Здравствуйте, я Александр Афонин, невролог, мануальный терапевт, психолог. Тема сегодняшнего видео – панические атаки. У нас будет две истории, одна – отзыв Филиппа, есть на канале видео, вторая – просто присланный текст. План видео – что делать? Будет не сразу. Сначала мы разберем, что происходит, то есть какие жалобы, как они реализуются, какие внутри скрытые механизмы существуют, и потом из этого всего мы сделаем уже ответы на вопросы – что делать? Что делать прямо сейчас, если атака происходит? Что делать в перспективе? И как вообще в целом выйти из ситуации? Я взял скелет, чтобы показать вам происходящее событие изнутри. Частым проявлением является страх, и его пытаются не лечить, а как-то затереть, рационализировать. У психологов на антидепрессантах я видел назначение множества ситуаций, но в организме есть только два органа, которые всего лишь по одному механизму вызывают иррациональный страх, и вообще это страх смерти. Это ишемия сердца, ишемия мозга. Ишемия – это недостаточность кровоснабжения. То есть при инфаркте, хотя бы при угрозе инфаркта, один из мощнейших симптомов, ярко указывающий на острый инфаркт – страх смерти, иррациональный панический, снимается только если восстановить кровоснабжение. К мозгу эта ситуация относится полностью. Жалобы на головокружение и нехватку воздуха напрямую связаны между собой. Позвоночные артерии, они проходят прямо насквозь позвонков, поэтому они и позвоночные. Они позвонки продевают, как нить продевает бусины. Если будет ситуация, когда один из позвонков будет не на своем месте, то видите на крупном плане, что происходит? Артерия начинает ущемляться. В области атланта есть петли, свободные участки артерии, которые позволяют нам крутить головой и не защемлять артерии, собственно. Но если позиция атланта относительно черепа не симметрична, это одна из причин. Если четвертый, пятый шейные позвонки тоже смещаются, то артерия будет испытывать компрессию. Как минимум одна. Обычно с одной стороны величина и падение кровотока больше. То есть артерию, если сжать, кровоток через нее упадет. Я надеюсь, это все понимают. Мускулатура лестничной мышцы, разгибателей позвоночника, она, разумеется, с этим не согласна. Но на самом деле мозг, ведь он управляет мышцами. И начинаются компенсационные спазмы. Они не позволяют травмированному позвонку, а по факту травмированному связочному аппарату позвонка, они не позволяют отпустить позвонок дальше. Мускулатура не может устойчиво, уверенно работать за связочный аппарат. Тем не менее, она пытается это делать, и делает она это годами, иногда десятилетиями. Но лестничные мышцы крепятся к первому, второму ребру. Разгибатели позвоночника крепятся к ниже лежащим отделам. Трапеции, соответственно, крепятся, если сверху к позвонкам, то дальше к лопаткам. И они сдавливают все это пространство. Соответственно, если бы они просто это делали, то ребра бы верхние подтянулись наверх. Однако включаются дальше, 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 дальше. И мышечные цепи могут достигать пяток. Все ради того, чтобы скомпенсировать шею. Это звено патогенеза является узловым для множества ситуаций. Но сегодня мы про паническую атаку. Итак, как возникает головокружение? Компенсация дисбалансируется. Позвонок смещается больше. Артерия ущемляется больше. Мозг начинает испытывать дефицит кровотока. И по дефициту кровотока функции падают, соответственно, головокружение. Чувство нехватки воздуха связано с тем, что компенсировавшие мышцы, они сдавливают грудную клетку сильнее в попытках притянуть голову к шее и хоть как-то стабилизировать ситуацию. Компенсация мозга не очень совершенна в этом вопросе. Поэтому получается плохо. А вот экскурсия о грудной клетке, то есть объем движений, он падает значительно. Человек в таком состоянии перед тем, как декомпенсироваться, еще имел, скорее всего, провокацию. То есть он имел изначально эмоциональное напряжение. А в видеопсихосоматике мы разбирали, что любые подавленные эмоции, они и так влияют на разгибатели, причем усиливают их спазм, а вот точности регуляции они не добавляют. И получается изначально достаточно сильно зажатый человек, получая стресс, дисбалансируется. И скрытые в нем изначально ситуации дают вот такой ход. Следующими проявлениями является боль в груди, учащенное сердцебиение, потливость ладоней. И это связано, с одной стороны, с увеличенным сопротивлением грудной клетки к сердечному толчку, с другой стороны, с вбросом в кровь колоссального количества адреналина. Цепочка простая. Если у мозга проблемы с кровоснабжением, тело использует адреналин, чтобы сжать сосуды везде, кроме сердца и мозга, толкнуть кровь. Соответственно, это называется централизация кровоснабжения. И увеличить частоту сердечных сокращений, то есть ускорить циркуляцию. При кровопотере на какое-то время это бы помогало. Но так как есть механические блокировки, это не работает. Помним из начала, что мускулатура притянула шею к грудной клетке, грудную клетку сдавила и всю эту конструкцию притягивает к тазу. И у человека обычно спазм по всей задней поверхности спины. Не факт, что он осознается. Но если взять руками и потестировать, он есть. И то же самое с межребренными мышцами. Так вот, сердечный толчок, он должен толкать ребро в районе пятого. С каждым сердечным сокращением ребро должно работать. Оно должно прям двигаться. Сжатая грудная клетка создает условие, что сердце прям бьется в это место. В практике я видел за три года, хотя это не мой профиль, три верхушечных инфаркта. Как раз в локации вот такого вот... В общем, расположение этой области было как раз там, где сердце прилежит к ребру. Кардиологи разводили руками. Причем здесь вроде как мы, потому что сосуды и сердечные так не проходят. Откуда взялся инфаркт, мы не знаем. Сердцебиение напрямую зависит от количества адреналина. Боль в груди. С одной стороны, зависит от того, что сердце... Чем чаще сердце сокращается, тем хуже оно само кровоснабжается. Поэтому пульс выше 140 считается уже, ну, фактически до компенсации. Потому что сердце работает долю времени в систоле, в диастоле, должно расслабиться, отдохнуть. При большой частоте сердечных сокращений не успевает. И ишемические боли в сердце тоже могут быть и в этой ситуации. Одновременно с этим усиливающиеся спазмы по грудной клетке в целом ее могут сдавливать уже до предела, тоже до физической боли. И с большим же количеством адреналина связана уже потливость ладоней, общая какая-то жара, зноб, холод и прочее. То есть, вегетативная нервная система не справляется, не понимает, что в итоге ей делать. Дерегуляция наступает. Поэтому чувство нехватки воздуха может быть как центрального характера, то есть кислородное голодание, так и фактического воздуха. Зажатая грудная клетка создает объективное препятствие вдоху. Потому что мускулатура лестничная, это дыхательная мускулатура. И в норме она подтягивает два верхних ребра к шее, обеспечивая вдох. И ее нестандартный режим работы притягивать шею к груди, он снижает, скажем так, легкость дыхания субъективную процентов на 30. То есть, дышать грудью становится объективно тяжело, хотя дыхание грудью, это, естественно, легко и приятно. Из всех вот этих механизмов, для чего я все это рассказывал, на них на все можно и нужно воздействовать с тем, чтобы выходить из этой ситуации. Первое, что нужно сделать, это пережить саму атаку. Не усиливать стресс, для этого важен правильный психический настрой и понимание происходящих процессов. Снижать стресс, это что делать, собственно, в ходе панической атаки, сейчас мы этого коснемся. И цели глобальны. Глобально мы хотим восстановить позицию позвонков, восстановить кровоснабжение по позвоночным артериям, убрать венозный застой в голове из-за спазма лестничных мышц, если он есть. Соответственно, убрать все цепи компенсации, восстановить осевую симметрию тела, в общем, выйти в полное здоровье. Это вполне реально. У нас будут с этим две трудности, если будем работать глобально. Первая, сама, собственно, ситуация с позвоночником. Вторая, это то, что чем дольше вы находитесь в этих ситуациях, чем больше тело реагирует определенным образом, так как я описал, тем больше оно к этому привыкает, формируется привычка. И поэтому люди в халатах, и не только, стали считать паническую атаку таким каким-то явлением на стыке, значит, психологии и неврологии. На самом деле, это неврология чистой воды, психология здесь идет вторично, конкретно психология это последствия. Но, если долго переживать панические атаки, там полгода, год, там 5-10 штук, то уже только при мысли о каком-то стрессе запустится весь каскад реакции, хотя если в этот момент сделать УЗИ, никакого резкого снижения кровотока мы не заметим. Однако, заметим, как обычно УЗИ пишут, что падение кровотока по одной позвоночной артерии 30% в описании пишут нормы. Я знаю, что их так научили, но все-таки тело создано немножко иначе, и для меня лично это не норма, и для тех, с кем я работаю, тоже. Это одна из причин, почему я это видео снимаю. Итак, что делать сразу в ходе панической атаки? Первое. Выйдите из-под быстрых процессов и из-под фактора, который заставляет вас испытывать адреналин. То есть, если это совещание, то оно для вас закончилось. Если вы ввели машину, то вождение тоже закончилось, останавливайтесь, включайте аварийку. Если это какой-то с кем-то диалог, то вы уже сказали на сегодня все, что вы могли. Выходите из-под адреналина и выходите, плавненько передавая рычаги управления, если такое у вас есть, на ближайшее минимум 2 часа, а по идее лучше до следующего утра, передаете кому-то. Если все, что я сейчас опишу в качестве самопомощи не сработает, тогда, возможно, вам придется вызывать скорую помощь, ничего в этом особенного нет. Итак, нужно восстановить кровоснабжение. Поэтому первое это прилечь. Прилечь в позицию, откинувшись в кресле и ноги на подставку. То есть, полу лежачая для позвоночника и ноги в горизонт. С целью, чтобы кровь от ног централизовывалась к сердцу, к мозгу, то, как организм хочет. То, что хочет от нас адреналин. Мы должны помогать телу. Нужно восстановить дыхание. При этом желательно грудное дыхание. Для этого на дыхании нужно сосредоточиться. Это же поможет немного сфокусировать внимание, чтобы оно не расплывалось. Потому что одна из жалоб, это такое чувство дереализации, нереальности происходящего, вплоть до галлюцинации. Пусть они идут транзитом, если таковые имеются. Ваше дело помнить, что вы находитесь в теле. С телом пока все в порядке. Вы живы и все у вас, в общем-то, будет хорошо. Дышите. Успокоению в дыхании поможет прохладный воздух. Прохладный, это значит температура ниже 23 градусов. То есть, 23 прохладнее. Не под сквозняком, не под кондиционером. Просто в прохладном помещении. Если у вас было жаркое помещение, но есть кондиционер, значит, занимайте позицию там, где на вас не дует непосредственно. Если на вас будет дуть, будут проблемы с вегетативной нервной системой. Она не поймет, что делать с сосудами кожи, и количество адреналина увеличится. Не провоцируем себя. Если вы находитесь в дефиците жидкости, и так как в случае хронической жажды, чувства жажды пропадает, то вам нужно попить. И даже если вы не находитесь, вам лучше попить. Но ни в коем случае не чай и не кофе, и не сильно сладкий, а лучше вообще не сладкий. Воду. Нормально, комнатной температуры, можно чуть теплее воду. Много, допустим, не надо, хотя бы стакан. Она быстренько через стенку желудка пройдет и всосется. Количество циркулирующей крови увеличится, и это будет одним из факторов снижения стресса. Это я сейчас описываю в физиологии. Не факт, что вы это поймете, не факт, что вы это почувствуете. Но так оно работает. После того, как вы лежите, попиваете, значит, прохладную водичку или там очень сильно разбавленный сок, дышите. Есть следующий уровень воздействия на себя позитивного. Но, предупреждаю, сработает, скорее всего, не у всех. Я не знаю позиции ваших позвонков, вы не знаете, насколько далеко в компенсацию вы ушли, а по факту упали, потому что это декомпенсация. Поэтому очень осторожно. И еще раз говорю, если вы вообще впервые это переживаете, то вызвать скорую – это неплохой вариант. Это нормальный вариант. Так вот, в этом полулежачем положении было бы очень хорошо свернуть что-то очень мягкое, например, пуховую подушку, в виде валика и расположить… В общем, видео 3 валика я прикрепляю в описании и к видео. В общем, вот такую вот позицию. Но помним, что позвоночник у вас полулежа. Мы разгружаем разгибатели. Вес шеи и немного головы перемещаем на валик. Вот валик – что-то среднее между маленьким и средним, если говорим про мой комплект. Потому что нам нужно, нам нужно как бы пригласить тело расслабить шею. И если все пойдет у вас правильно, то уже через 5 минут вы почувствуете… Нет, не расслабление. Вы почувствуете, что симптоматика снижается. По той простой причине, что кровоток к мозгу временно увеличивается. Для тех, кто на валиках занимался, говорю, тянуть не надо, никаких внешних пособий, никаких, не дай бог, самоправок. Кстати, самоправки строго-настрого запрещены. Я еще повторю это не раз. Просто расслабить. Все. Нет у вас валика, есть удобное кресло. Пожалуйста, через спинку кресла аккуратно разгибаете немного затылок. И чтобы весь вес вашего тела был на мебели, а не на спазмах. Далее. В таком положении вы атаку переживаете. Пережили. Теперь есть выбор. Пытаться дальше жить в компенсациях. Или работать. Работать. Ну, я работой называю. Восстановление полностью вертикали позвоночника. Позиции всех позвонков. Мышечного тонуса. Программ движения. Мышечный. Нет. Правильный двигательный стереотип. И мышечный тонус, разумеется, тоже. Но что бы вы не выбрали, у нас есть еще один шаг. Просто он не срочный. Это вычислить. То, что вас декомпенсировало. То, что вызвало такой пиковый выброс адреналина. Ну, к примеру, допустим, вы недавно вышли на новую работу. Пару месяцев. Вы активно усваиваете новизну. И тело просто не справляется. Или, допустим, на фоне недосыпа. Часто бывает такая ситуация. Со сном не шутят. Лишение человека сна. Хотя бы часа от того, сколько бы вы хотели действительно спать. Декомпенсирует абсолютно любое заболевание. И создаст многое из того, что у вас не было и быть бы не должно. Поэтому этот этап вам нужно делать. Ну, вот буквально, как только паническая атака закончилась. Сразу прикиньте, что, собственно, вас вывело из равновесия. Постарайтесь с этим не контактировать. Да, вы можете в комментариях много написать, как это можно. У нас вот такой образ жизни. Но декомпенсация – это не та ситуация, где с телом можно договориться. К сожалению, это так. Поговорим о том, чего делать нельзя. Нельзя подвергать себя перегреву. Ни бани, ни сауны, никакой жары, никаких поездок в машине с температурой 35 в салоне. Никаких, не дай бог, перегревов. Механика процесса предельно проста. Когда телу жарко, оно раскрывает периферические капилляры, то есть все, что касается кожи. И туда можно залить очень много крови. И этой крови не хватит для мозга и сердца. Ну, для сердца это, разумеется, хватит. А вот мозг будет считать, что ему не хватает. По той простой причине, что если артерия сжата, то протекание через нее крови затруднено. И вообще паническая атака чаще всего происходит на фоне подъема давления. И подъем давления является компенсаторным. Поэтому второе. Если вы гипертоник и пьете таблетки нерегулярно, не надо хвататься за гипотензивные в этот момент. Это достаточно опасно. Ну, вообще опасно гипотензивно, если вы их пьете, то пить или не пить. И тем более опасно в этот момент. Если уже не пили сегодня, хотя вроде бы вам надо, ну тогда, значит, не пейте. Тактика ведения инсульта предельно проста. Давление ниже 160, ниже 160, все правильно, снижать категорически нельзя. Вызывает ухудшение шимии мозга. Я надеюсь, уже все неврологи это выучили, но, к сожалению, так или иначе слышу об обратном. Недавление провоцирует инсульт. Давление это защитная мера для профилактики инсульта. Другое дело, то что люди, допустим, на стационар ко мне поступали, сейчас хейтеры скажут, что вы стационар. Люди поступали, ну, полностью в декомпенсированном состоянии. Эта мера не работает. Зато она работает у молодых. Молодых, то есть 30-40 лет, специалисты, даже, допустим, врачи ходят с давлением 160 и не ищут причины. Ну, бывает. Так вот, нельзя баню. Нельзя играть с гипотензивными. Это очень серьезно. И нельзя пытаться расслабить мышцы методиками по типу массаж, самомассаж и работа с триггерными точками. Ну, допустим, у меня есть видео «Самоправка триггерных точек». Никаких самоправок, никаких массажей, никакой миопрессуры. Ничего этого делать нельзя. Если вы считаете, что вы разбираетесь в вопросе лучше, чем ваша подкорка, природа явно мудрее. Будете спорить. Ну, я не буду говорить, что будет, но хорошего я с этого не видел. Скажем так. Хотите расслабляться, расслабляйтесь, как я описал. Используйте очень мягкие методики вытяжения. То есть, три валика и отвес. И вот мы плавно подошли к тому, что делать, если вы хотите полностью все это решить. Как раз начинаем три валика и отвес. Очень аккуратно добавляем базовый комплекс. Очень аккуратно. Потому что я разработал эти техники, что называется, с защитой. Но в случае декомпенсации, что угодно может пойти не так. Очень аккуратно, очень прислушиваться к своему состоянию. Если вы делаете базовый комплекс, это поможет вам увеличить вашу долю компенсации. Я знаю, многие люди так и живут. Они просто всеми силами расслабляются, потом подвергаются, допустим, стрессу на работе. Понимают, что ходят по лезвию, но пока не могут ничего изменить. Да, так бывает. Если вы решили править себе позвоночник со мной, то свою часть я делаю. Если вы решили править позвоночник с кем-то, запомните, выставить нужно абсолютно все позвонки, каждый сустав и весь мышечный тонус. Никакие полумеры не сработают. Почему я уже говорил. Одна половина проблемы это, собственно, скелет и кровоток. Вторая половина. Тело привыкает ко всем этим реакциям и паническая атака становится уже, ну, как привычка. И привычка может запускаться какими-то внешними провоцирующими факторами, там, якорями, триггерами и прочим. Нужно отработать и то, и другое. И какое бы решение вы не приняли, и для чего я снимаю это видео, вам нужно очень правильно воспринимать ситуацию. То есть паническая атака это не когда организм сломался. Паническая атака это когда организм борется за то, чтобы не сломаться. И если вы будете ему помогать, то все будет хорошо. Всем, кто попал в подобную ситуацию, желаю скорейшего выхода, причем не в компенсации, а в настоящее полное здоровье. А тем, у кого такой ситуации нет, желаю никогда в нее не попадать и тоже находиться в полном крепком здоровье. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok